Всем добрый день, меня зовут Владимир Савров. Будем сегодня говорить про Copilot, Copilot for Sales и вообще Copilot Microsoft. Я коротко вам намекну, как будет выглядеть CRM будущего, потому что уже его черты проглядываются. И к концу видео вы увидите, сможете сопоставлять, сравнивать и даже знать, сколько оно стоит. Итак, давайте начнем с самого интересного. Почему нельзя оставить ChatGPT? На днях мне пробегала мимо меня статья, в которой написали, что клиенты Microsoft жалуются, что ChatGPT работает лучше, чем Copilot. И ответ Microsoft был, конечно, смешной. Как всегда, отвечает плохой сервис. Ответ был в том, что это не баг, это фича. То есть, то, что он работает не так, как ChatGPT, это правильно, потому что разные ставят задачи. Ну, я думаю, юзеры, услышав этот ответ, поняли, что не просто хуже работает, а еще и Microsoft признает. Поэтому надо сначала подсветить разницу между всем известным ChatGPT и Copilot, какие ставятся задачи перед Microsoft. Microsoft ставит перед Copilot. Если вы помните, в начале как появился ChatGPT, главная его проблема была, нельзя было в первые годы, нельзя было искать в интернете, нельзя было искать в своих файлах. То есть, если вы хотите какой-то файл зажарить, чтобы ChatGPT что-то по нему прокомментировал, или как-то можно от файла закидывать было в ChatGPT. Сейчас надо закидывать. Но вот эта задача тогда, тогда нельзя было файлы прикреплять. Нельзя было даже анализировать файл. Ну и последнее, правивайся под вопросом, потому что понятно, что если ваши данные вы отправляете на какой-то сервис ChatGPT в компанию, в которой было сотни людей, то они становятся интересной мишенью для многих хакеров. И вот в один день вы можете узнать, что утекли. Раньше все боялись, утекут пароли, а тут будут утекут все ваши общения с ChatGPT. И все, может быть, откровенные комментарии, вопросы, месседжи, которые вы отправляли в ChatGPT, кто-то теперь может прочитать. Хуже, чем e-mail, тексты или подобные e-mail. Так что вот эти все задачи, все проблемы, которые были у ChatGPT, частично решено только поиск в интернете. Все остальные задачи также остались с проблемой. И, конечно, Microsoft попытался ответить с позиции того, что вы и так свои данные шарите с нами, что вам бояться. То есть, если вы раньше не боялись пользоваться Office 365, свои e-mail отставлять с нами, то дальше, чем вам бояться, эти данные уже в облаке. Работа с файлами, безусловно, присутствует. Copilot умеет работать с вашими локальными файлами. Ну и работа с интернет-данными и так далее. Это тоже решено, но это, наверное, одна из самых простых задач. Так что я надеюсь, вам рассказал ключевую разницу с ChatGPT и Copilot, что Copilot пытается работать на ваших сети данных, использует, на самом деле, тот же OpenAI, ту же модель ChatGPT-4 и по прочей модели, только уже на ваших файлах, на данных, которые уже зашарены в облаке и со всеми там преимущественно всякими плагинами. ChatGPT остается инструментом для консюмер-рынка, где стоят какие-то задачи индивидуального характера домашнего аппарата. Можно и рабочий вопрос, но по большому счету Copilot решать все рабочие. Например, если нужно писать новое письмо, если нужно сделать proofread, Copilot это решает. Также, значит, не хуже. Они могут конкурировать в каких-то пересекающихся делах. Но фундаментально Copilot сделан для бизнеса, для ваших данных, в том время, когда ChatGPT остается продуктом, скажем так, для домашнего использования. Давайте посмотрим, какие есть Copilot всего и сколько. Кто-то все время посчитал, что их 120 штук. То есть это Copilot, который интегрирован в разного рода продукты. Я, кстати, буду говорить про то, как отличать Copilot интегрированный в продукт, Copilot, сидящий в виде чата, потому что вы можете находить его в разных частях системы, в разных частях Teams. Вы можете, вот есть Bing Chat, вы знаете, вот есть Copilot в Defender, есть Copilot в ClipChamp, есть Copilot, GitCabовский Copilot, многие знают. И вот Microsoft пытается интегрировать Copilot во все эти продукты. На самом деле, как вы понимаете, GitHub Copilot и Copilot в ClipChamp, и ClipChamp, и там, в Paint и Compilot. Это разные должны решать задачи. Если в GitHub мы генерируем код, то где-нибудь в Paint мы генерируем картинки, и это разные Copilot. То же самое бизнес, например, Word, OneNote, PowerPoint. Это разные Copilot. То есть это разная технология. Все, кто это программисты, даже необходимо понимать, что, проще говоря, код, который исполняется на бакенде, разный, потому что разный контент, разные данные используются. Но с точки зрения юн-юзера, Microsoft поставил задачу, что юн-юзер должно выглядеть как один из концентрализованных Copilot. Microsoft рассчитывает, что Copilot, поработавший в OneNote или в PowerPoint, если вы переключились к пользователю системы в GitHub или в какую-нибудь пейлинг, Copilot будет знать, какие у вас были запросы в предыдущем окне. На самом деле, такая фишка, где Copilot работает с множеством приложений и создает впечатление юзеру, будто бы это один концентрализованный Copilot, и вся эта фишка уже появляется. И с точки зрения юн-юзера стоит задача, что Copilot должен произвести впечатление как будто бы это один продукт, а на бакенде будет 150 разных решений. То есть технологии, или, скажем, разработчики будут знать, что эта работа 150 разных кусков кода, а с точки зрения юн-юзера это один единственный скрин, один единственный, знаете, один единственный фасадный приложений. Это достаточно сложная, тривиальная задача, и Microsoft пытается ее решить. Соответственно, у юзеров будет всегда один Copilot, а вот на бакенде будет множество разных. И мы, когда будем встанить вопрос о расширении, Copilot уже можно расширять, там его раздвигать, его границы. Мы должны будем понимать, что если мы расширяем для Excel, или расширяем для GitHub, или расширяем для Dynamics, расширяем для сервиса модуля, мы будем делать немножко разные расширения по разным скромам. Хотя юн-юзера мы должны добиваться, чтобы был один сингл эксперт. Что я хочу обратить внимание, то, что мы все работаем с CRM, большинство, если посмотреть на работу продавца, 70% задач продавца это не связано с продажами. Это такие, например, проресечить потенциального клиента, подготовка и планирование звонков, введение данных, административный таск, наполнить, почистить, подготовить отчет, внутренние митинги, тренинги, приоритизация видов, оппоративных, решить наши дела. Что-то из этой работы в одних бизнесах занимает 5 минут, в других бизнесах занимает часы. Но фундаментально все СЛИ так или иначе 70% своего времени тратят на задачи, которые не связаны с продажей. Мало кто из клиентов и мало кто из юзеров откажется от рутины, автоматизации рутин, но в то же время могут бороться, стоит ли автоматизировать и вмешиваться в саму непосредственную селс-работу. Но ирония в том, что 70% не селс, 30% это селс-работа. Соответственно, площадь автоматизации для повышения проявительность труда значительно же. Вот, например, есть Copilot in Teams. Это штука, которая делает, видите, показывает, в результате разговора показывает вам саморезвонка. В данном случае он показывает Opportunity Саммери, когда звонок на какую-то тему и вот доводит информацию. Если собрались поговорить про клиента, про что-то, он покажет вам информацию про клиента, но также покажет, конечно, суммирует содержимое звонка. Но это, все равно удивительно все уже видели. Есть Copilot для Powerpoint, Copilot M365 для Powerpoint. Он позволяет вам открывать файлы и создавать, говорит, вот я сделал, вот вы видите на скриншоте. На скриншоте вы можете увидеть, человек попросил, сделай мне презентацию на основе OneArt Proposal. Наверное, это PDF-файл или какой-то Word-файл. Он из этого PDF-файла поднимает данные, генерирует все эти данные. Обычно не очень хорошо угадывают с рисунками, но текст разбивает неплохо. И вот он отвечает, я вам создал пять слайдов, которые в среднем должны заменить 10 минут. Вы можете искать добавлять анимацию, вы можете начать дорабатывать. Безусловно, текущая версия этого PowerPoint все возможности достаточно ограничена. Он пока еще первый, так сказать, первый итерактор работает. Но что-то уже делает. Вы уже стоите слайды, уже понимаете, разбивает, уже задает заголовки. Вот представьте себе, что у вас есть какой-то файл, и вам нужно быстро академию подготовить. И вы можете, если у вас купаются, вы можете сказать, алло, тут у меня есть слайд, тут моя наработка, то есть папка с файлами всякими. А ну-ка соберись за какую-нибудь такую дату сделать, я там рассказал с диджеем литопатку. Потому что по большому счету, если посмотреть, что суть презентации, это просто упаковать в презентабель, начать в такую упаковочку ваше знание, информацию. Если не воспринимаетесь, если только в основе занимаюсь презентацией, они для них не совсем по-другому выглядят. Но вообще, это упаковочка, ленточка, это вверх наших знаний. Соответственно, если знания литопатки раскиданы по разным файлам, то ленточку, по идее, с материалом должен нитянуть, если он потом сможет понять, в чем содержиме этой знания. Главная задача Copilot for Sales в отличие от просто, смотрите, как он же Copilot for Sales благодаря этому. Задача Copilot for Sales пойти глубже. Если просто Copilot, это по сути чат GPT, который сидит в данном конкретном Outlook и видит письма этого Outlook, видит открытую сессию и анализирует его в открытую сессию, то Copilot for Sales пытается пролезть в ваш CRM, из вашего CRM и из клиентства CRM поднять информацию по конкретной сделке, просуммировать, дать рекомендацию и выплюнуть эту информацию в любом месте, не непосредственно в CRM. Да, то есть не было... А допустим, в данном случае я сижу в Outlook, система говорит, так, смотри, вот есть такое письмо от Альберта Бургеса. Copilot сразу потянул for Sales. Он залез в мой CRM, поднял всю информацию по Альберту Бургесу и увидел, что Альберт Бургес говорил про такую-то сделку. Альберт Бургес говорил про Сотер. С ним работали такие-то там агенты. То есть вы читаете, вроде бы открыли письмо, но он потянул всю информацию в истории взаимодействия с этим видео. Он тут же предложил, предлагает сделать какие-то действия. Как вы понимаете, это не просто анализ суммерной информации, какой владеет, какой компания владеет даже не CRM, а не в CRM. Он что предложит, что он скажет, ключевая информация. Ключевая информация на смотринику Пайла только может быть от того, что он участвует в какой-то сделке, что касаемо того, что у него куда-то где-то ключевая дата. Также он может подвязать связанные записи, потому что запись может быть в CRM не одна множество. Видите, контакт, который так или иначе в этой компании участвует. Что пытается сделать Купалет Фотселс? Он пытается вам, вы находите в контексте открыли просто письмо, а он пытается со всей компанией поднять всю сейлс информацию касаемо этого имена. Может она вам в данном месте не нужна, но наверное нужна. Если вы, представьте, что вы продавец, кто работает с сотнями аккаунтов, у него, будем закрыть, у него сотня аккаунтов, и один из аккаунтов проснулся, что-то так же. В последний раз вы с ним говорили, допустим, четыре месяца назад. Вы, конечно, не помните. Вы даже не уверены, что помните именно, о чем это было. И вот тут Купалет Фотселса потянет все возможные документы, все важные, и в краткую информацию вот в этом, он вам все потемкнулся. А, я с ним говорил, да, помню. И я помню, Купалет скажет, да, что он был чем-то недоволен. Ага, значит, если он был чем-то недоволен, я не могу выпросить его обложения, я должен прокомментировать решение на эту проблему нет. А иначе все, что у вас есть, представьте себе от количества в виде стола. Он просто письмо. Думал бы, кто такой этот Агглубис, так, письмо прочитал, так, но это при CRM. Откроет одну единственную CRM-запись, посмотрит, найдет время и желание проверить информацию. Потом никогда не будет углубляться связанными контактами, не будет углубляться в эту критическую информацию. Это сейчас слишком много занимает время. Мы пытаемся, как, кстати, когда мы наш CRM делаем, мы пытаемся угадать за юзера и вывести связанную информацию в CRM-форме. Мы пытаемся угадать, что он будет. А тут Копайлот собирает всех возможных историй и выводит. И вот они эту историю назвали Копайлот-форсенс. Но на самом деле это не Копайлот-форсенс, это CRM-двану или CRM-триммон или CRM-риян. Потому что, по сути, Копайлот пытается, зная лишь одну точку входа Альбер Бургеса, собрать всю клиентскую информацию, которую нужно здесь, сейчас, на моем окне, чтобы я принял важное решение. Важное решение может быть просто подписать email. Вот это стоит задача. Так что Копайлот-форсенс, что я вам говорил, это, по сути, новый CRM, CRM будущего, скажем так. Видите этот слайд от MidFabry.4, все эти фишки уже выкачаны. И если Кирилл платит 50 долларов, там на 30-30 долларов будем на 50-30 долларов, то он получит вот эту всю штуку, открывает свою окну, всякие фишки. С моментом однозначно будет вопрос, а можно ли это все будет обширять? Да, можно. Забегать вперед скажу. Не буду вдаваться в детали, как, откуда, и каким способом, но вы сможете с ним редактировать, что здесь идет в сумме. Вы сможете редактировать, что такое ключевая сесс-информация. Сесс-информация в одной, допустим, в Real Estate и сесс-информация в сервисном бизнесе или в IT-компании. Это будет разная ключевая информация. Поэтому Microsoft сегодня выводит просто то, что он посчитал нужную жизнь. Все, что Microsoft считает, ничего. Но это будет дано нам на расширение. Ну и Suggest Actions тоже. То есть эти все зоны будут доступны для расширения, чтобы людям выводить другую информацию и суммировать суммирование под любую настоящее. Давайте продолжим. Как купалась for sales в Google Play Steam. В Teams можно будет, но ведь вступаем в 306-печать, он немножко по-другому будет. Он пишет на купалась for sales или покупала чат, человек сможет, не заходя в CRM, задать ключевые вопросы прямо из Teams. Вот здесь спрашивают, покажи мне opportunity для 10 Excel Coffee Machines from Cooperative Sales. Там показывают какие-то opportunity, по-другому и инсайты from people и я, это внешняя система. То есть он покажет ключевую информацию, которую мы, как кастомизатор, можем подсказать людям, что вывести. И в любом метке человек может кликнуть и улететь это по-другому. Так что, да, видишь, может быть, из предефайн-пэшн слишком под моменты было что-то новое, но он может видеть. Набережная Red Cell Cycle, линдер Red Cell Спайплайн. То есть можно будет подсказывать вопросы какими-нибудь, типа, ну, какими-то рекомендованными промпами. Тоже можно подсовывать для рекомендованных промп. И выйти, это Adaptive Card. Как вы, как раз, что-то делали для Teams, значит, это Adaptive Card. То есть для Adaptive Card. Teams будет вводиться на базе ответа только у Пайлот на нашу. Давайте посмотрим следующее. Генерация в Ворде. То есть можно будет открыть Word и сказать, помоги мне подготовиться для митинга с такой-то, какой-то компанией. И компания в Дороролык Пайлот вам быстренько сгенерирует на базе информации из ЦРМа и связанных контактов вам может сделать пич. Что такое пич? Это вот здесь, например, последний митинг, о чём договаривались, какие имейлы были, какие важные новости. То есть это одностраничный отчёт, который можно разъединировать в одну строчку. Понятно, что это выглядит как фантастика сегодня. Интуитивное ощущение всем, кто пользует эту систему. Ну да, он, наверное, толкный. Наверное, такие summary покажут. Наверное, это будет правильное ожидание в первой версии. Но ко второй, третьей версии, допустим, уже через год, во-первых, они нас пустят, и мы сможем кастомизировать эту историю. А второе, через год сам Microsoft уже будет лучше summary писать, лучше будет highlight. Я думаю, что подготовиться к митингу в одну строчку, это сегодня даже человека попросить нереально, чтобы это было исполнено. Так что, понимаете, юскейс, помните, те 70% еще показывают, те 70% остаются. Копайлот форселс вы сможете открыть, что Копайлот форселс все строят, безусловно, можно подводить данные, но можно сказать и Копайлот, а ну-ка, покажи мне последнюю информацию по какому-то аккаунту или по региону, как у нас выглядит продажа. Он будет знать, какие данные из CRM говорить, нам сегодня приходится клиент и знать, что надо потянуть такие-то сущности, потом из этих сущностей будет им какие-то поля, Копайлот сам, но он взял больше, чем это. Он попытается, вот мне нравится команда Кеннесси, она на Инсайд, он будет пытаться делать, те, кто учили эконометрику или по транспорте эконометрику, пытались найти эту казуальную связь между разными дайтерсатами. То есть, например, в данном случае Копайлот человек не знал, он говорит, слушай, между кварталом и ростом. То есть, у нас в первом квартале рост идет, ведь это даже не сумма, а это скорость роста, то есть, это математик, иногда, это первый фракт района нас с этими. То есть, он пытается сделать достаточно глубинный математический анализ, который, может быть, недоступен даже среднему человеку, может быть, на чумийском математике. И он скажет, вы знаете, вот есть интересная закономерность, что у вас первой квоте был разбон, потом он замедленный, в третьей квоте опять разбон пошел. Но, может быть, сел скажет, да, неинтересно. А, ну да, есть другой инцент, и он попытается связать. Может быть, он свяжет рост клиента с надойми коров, да, может быть, он попытается что-нибудь волшебное найти, но вот это именно ровно эта задача попала, это найти связь между дейтасетом, иногда может иметь чему-то связь. Но он будет строить эти пиво-чапты на бракенде. То есть, по сути, активировать функционалы целей, которые больше сейчас где-то опять же купалось в целом. Как вы понимаете, сел скажу, павел, такие вещи, потому что не помню корс-чайджик, резидент, он будет, не помню. Вот видите, у меня сразу первая появилась иконка. Смотрите, что я попрошу его сделать. Я попрошу райки, сам, или вторую стрельни. Давайте, подожди, суммируй документы. Какой документ, вот есть такая классная фишка. Если я ставлю хаштег, он мне, вот у меня было попайлот, я могу поиск H-Coupard Introduction. Кто видел, может, мою академию, там было H-Coupard Introduction, он порционирует этот документ. Он не поддерживает язык, давайте сделаем это по-английски. Мне не пришлось никакой файл никуда вделять, никуда в имя файл не показал, а вот он начинает писать. Он напишет суммирую этого документа. Ну вот, сколько там планировали. Она рассказывает, какая-то же подписька. С этого суммирования, понимаете, я могу тип, я могу попросить себя, если вы думаете, что это производит впечатление, подождите до момента, когда вы сможете увидеть, что он может делать с бананом и с этой резиновой лупочки. Ну, шутка так себе, конечно, но, по крайней мере, нельзя сказать, что просто фортухиная шутка может, так сказать, более формально ее заполнить. Да, вот как вы видите, вот это просто я открыл Word-файл и показал, сколько там я хочу суммировать, и он мне это сгенерировал. То же самое в цели, то же самое в PowerPoint-фонте. И вот тут важно для себя выглядеть и обратить внимание, что есть купалы для M365, Microsoft 365. По сути, это Копайлот, который работает с всеми вашими офис-документами. У меня Копайлот для M365, у меня не Копайлот для Сейлза, сейчас я объясню, в чем разница. И вот я могу его написать, например, хвосту за М365. Кто демонстрировал написать на Академию? Я ему не сказал, где смотреть, кого смотреть, кого спросить. Но ведь он показывает, он нашел документ, называется Дэй Академия Палантай, возглавь Баданин Клапс, и он не смог найти. Но, по крайней мере, какой-то документ с Виктором Палантаем он нашел. Я не уверен, что это был последний. Тут же он показывает мне референсы, где посмотреть сессию. Вот Дэй Академия сессии, сэши, сэши, тоже нашел документы. Все началось с того, что я просто ему сказал, что правильно Академия. То же самое я могу, я иногда спрашиваю, что мне в последний раз писал какой-то человек. На днях мне нужно было найти какой-то документ, и все, что я помнил, это ключевое слово в этом документе. Я сказал, какие есть документы, которые упоминают что-то. И он рыщит по всем файлам и позже чат-жип-тисумирует, анализирует. Тут все самое важное, если вернуться, я закрою так, но что было бы для 5. Вот, М365. Самое ядро всего, что делает, что у нас всех касался, это копайл для М365. Копайл для М365. Это копайл для М365. Плюс доступ к CRM. Да? Понятно. То есть движок копайл для М365, который работает со всеми документами, к нему добавляется еще один дейта-соц, Dynamic Sales, CV. Есть копайл для сервиса. У меня нету, я не вижу в Мисдеке, а такая, есть копайл для сервиса. Он делает М365 плюс модуль сервис. Уже появился копайл для сервиса и он вполне возможно будет работать с каким-то там модулем с финансом. Мы можем дать копайл для сервиса, копайл для сервиса, копайл для сервиса. То есть это, по сути, будет М365, как и дрон, то есть работа со синифайлами. Это самое важное. И будет добавляться просто еще один дейта-сурс, с которым будет договориться. Это будет называться именем момента его дейта-сурса. Копайлотфо-сейлс, Копайлотфо-сервис, Копайлотфо-пин-сервис, Копайлотфо-файллс. И вот тут вот это самое важное, что вам нужно понимать, что такое пайлотфо, какой модуль. Это нам вот партнерам или адвайзерам, клиентам нужно писать. Я вам просто покажу последнее, что интересно здесь о копайлотах, что самое свеженькое, о чем мы все работаем, это как называемый проект София, Project София. Его, кстати, можно зайти на сайт projectsofia.microsoft.com, в чем его принципиально новый. В отличие от предыдущего, что я вам показывал, где есть какой-то Teams-оболочка, есть какая-то CRM-оболочка, Excel-оболочка. Это продукт, который называется AI-first. По сути, вы берете, открываете одно центральное окно, и он берет все данные всей компании, все возможные дейты, генпоинты, все данные. Понимает вашу задачу, в данном случае генерировать аккаунт к вам. Вы можете свои компания писать. И он пытается вам генерировать и решить вашу задачу. Говоря, например, надежность ваших граммах, рисовать отчеты и так далее. То есть, по сути, это помните, как говорили, как будет выглядеть в приложении будущего. И все покажут, по сути, окно Гугла. Посередине пустая строка, скажешь, что хочешь, чего изволишь, хозяин. Project София, попытка на это собрать, заглянуть в будущее, сделать первую. Вот у меня, да, какие-то чувства на чувства, на лавайд, перечить фишки, на сортсаминске. Все доступно любому в дочек, может быть, идет, просто на данном отсюда. И попытка заглянуть в будущее, как выглядят в будущем интерфейсе, где, по сути, все, что от юзера просит, ты веди свой дай команду, чего изволишь хозяину. А дальше оно понимает, что нужно и сервис строить, варды строить и так далее. Просто выводя на экран, выклад пересечения вашего запроса и данные бета-сайта. По сути, это такой Power BI, можно сказать. Но Power BI, который не требует у вас изглавления строить диаграмму, не связывать данные, строить какие-то отчеты. Все, что по самому требованию, вы могли дать у него. Они, что они добавляют из такого процесса, где оно будет еще очевидно, что не всегда будет в одну команду. Может быть, последовательность команды системы будут вас ввести. Задай первый вопрос, второй вопрос, третий вопрос. Нам будет, хорошо, я вам сгенерировал это, а что-то теперь давайте посмотрим, куда вы дальше углубите. Вы углубите второе, дальше вас углубляет, углубляет. И вот эта траектория углубления, путь анализа, это, может быть, единственное, что будет программистами депрессивно. То есть планирование, так сказать, стадии анализа. А заполнять содержимым наполнительным, естественно, выпускным, человеком. Понимаете, это, наверное, центр личика, которые лежат просто в классической колонке. Ничем себе интереснее. У нас есть определенная технология, которая многим, наверное, известна. Может, мы технологиям не очень. Есть такое понятие, как Microsoft Graph. Microsoft Graph — это, по сути, красивое название для всех ассетов, которые лежат в отводе в Tesla. Имена юзера, все ваши чаты, все ваши пайлы, все ваши таски. Все, что вы взаимодействуете во время рабочего времени, оно имеет этот спровой отпечаток. Объединение всего этого на свете — это Microsoft Graph — это API. Второй момент — Light Language Module тоже уже, наверное, многие знают, что Light Language Module — какой-то черный ящик, который выдает ваш промо, и он выкидывает вам ответ. Ну, и там что-то рассчитывается. Вот как работает Microsoft Copilot. Он имеет в жизни то, что он писал Microsoft Graph. Он имеет все приложения, которые вы уже сильно знаете. И вот это Light Language Module — как происходит запрос Microsoft 365. Вы из одного из этих приложений задаете вопросик. Сначала Copilot. Я так понимаю, что здесь используюсь, на самом деле, тоже пускай интерьер. А все другом, и всегда чат-джик всегда тем более... Он пытается вашу задачу перевести. А что вам нужно? То есть вы попросили, поданализируйте клиентскую информацию. Ага, клиентскую информацию. Кто попросил? Воусара. Окей. Так, воусара. Значит так, он конвертирует. Открой карточку воусарова, открой доступ, который он имеет. Открой селс-информацию. Он переводит его, грубо говоря, в традиционные PIR-реклассы. Потому что вот это... То есть если здесь идет текст, то здесь ждут классические PIR-реклассы. Собственно сказать, я разминал из вашего... Из одной строчки разворачиваются в набор технический, ну, в классической программе. Далее, после того, как он собрал какие-то данные, или Gmail, и файлы, и он эту историю отправляет в искусственный интеллект. И говорит, ну, я поднял ковшом, зачерпнул в Microsoft Graph, вот тут прилетели, вот оригинальный запрос, вот данные. А ну-ка подумай, что с этим всем сделать. Да, искусственный интеллект, чат GPT, что тут подчеркнуло? Сделай с этим магию. Чат GPT переварил, опять говорит, ну, мне недостаточно то, что накопил, подними еще данных, да, он еще раз возвращает. И после этого дает, наверное, команду, и вот этот, по-моему, и жучу переварит, возвращает назад в юзер, уже красивые диаграммы, тексты, анализ и так далее. Кстати, тут очень важно, значит, внимание, он возвращает не только респонзер, но и набор команд, например, создай файл, открой файл, сверни файл. Это то, что искусственный предпочитал, что нужно приложение выполнить. Ну, и вот это такая сестопляска летающая. Называется Microsoft 365. Купайл. Купайл для сервиса углубляет сервис данных. Вот это вся история. Вот так Купайл отработает. Как вы понимаете, чат GPT, ничего, он не может углубиться в данные, у него нет доступа. Чат GPT не может дать команду понять, что все это пришло с PowerPoint. Это одна история. Если пришла из WordDive, другая история. Вам это все нужно объяснять чат GPT. Купайл, Microsoft пытается за вас тяжелую часть работы за вас сделать. Все, что от вас требуется, это дать заявку. И эта история вся расшифрует. По цене очень важно понять, как работать. Если вы посмотрите, тут хорошие слайды, то, что вы, наверное, финализируете. То есть, если вы знаете, что 20 долларов стоит фондейшн, пропадаете с веб-граундинг, Купайл от Майкрософт, я обращаюсь внимание, тоже это умеет делать. Он добавляет из Купайл от Майкрософта бесплатно, потому что доступен всем юзерам, если открываете Купайл от Майксу.ком, и у вас есть спект-лицензия, он его типом. То есть, по идее, вам 20 долларов в лицензии не нужно. Он умеет все то же самое, умеет в вебе искать, только он еще закрывает 50 данных. То есть, утечка ваших данных встречена, но он не покидает офис 365 стек. Есть Купайл от Pro 20 долларов, он просто добавляет возможность работать в приложении, в целях приложениях. И вот у меня вот эта лицензия активирована. Я думаю, просто подождем, мы к Купайл от Адас всем юзерам, я думаю, что мы активированы все, компания просто это текстирует. Оно мне позволяет идти, оно граф-граундинг, вы узнаете, что это граф-граундинг, это значит, что у меня есть VSC, все файлы сепаративным офис 365, он туда умеет заглядывать. Он умеет работать с 365 приложения. То есть, у меня кнопочки, кнопочки появляются. И еще у меня есть Купайл от Студии, я могу сделать. Купайл от Студии, если кто-то работал в блокчатами, то это то же самое, то есть, это новая версия. Я могу Купайл от Приджа гонять. И вот тут, видите, появляется Купайл от Форселс, называется ролл-специфик, это значит, доступ к C-моду, Купайл от сервис, доступ к C-моду. Это добавляет 20 долларов к C-моду. Но по большому счету, этот продукт добавит дополнительную фишку. Наверное, на этом я буду завершать. Если вы досмотрели до сюда, я рекомендую посмотреть другую мою запись про Купайл в Эдже, и там вы увидите конкретные юспейсы, как им пользоваться, и сможете углубиться в детали. Подписывайтесь, ставьте лайк, оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok